святая троица мир состоит из трех компонентов материи информации и разума ты есть бесконечное сознание испытывающий очередной опыт в каждом своем новом воплощении в таких различных мирах и пространство на таких планетах о существовании которых ты даже и не подозреваешь я расскажу тебе об одном таком месте это очередная игра похоже что я живу именно в ней в тени наверху надстройки стоят шесть сущностей держателей той игры они руководят процессом и правилами игры под названием человечество через контроль над сознанием выжигание любви и сердечности в каждом участнике процесса игры люди превращаются в безвольное стадо и ничего не хотят слышать их больше беспокоит стабильность на работе в офисе и материальные блага виде недвижимости и дорогих игрушек но на самом деле все эти ценности навязаны тебе система игры которая только и делает что прошивает вирусные программы в твое сознание переворачивая абсолютно все понятия с ног на голову и время так неумолимо продолжает ускоряться а люди остаются бессердечными система с широких экранов предлагает тебе готовые шаблоны поведения в социуме и большинство следует этому примеру напяливая предложенную системой маску и ты такой размышляешь но все же так делают значит это правильно я пойду тусить в клубы и буду пить алкоголь как все и все закончится сексом с незнакомым тебе партнером в пьяном угаре в конце веселой вечеринки и именно в этот момент происходит зачатие новой сущности как последствия твоего безответственного проступка и ты уже повлиял на здоровье будущего малыша ибо был пьян в момент зачатия это не просто тело аватар это многомерная чакральная энергетическая структура которая также является частью единого сознания сразу же после рождения система обрывает связь младенца с матерью обрезав пуповину ставится несколько прививок то есть вводят младенцу живых и мертвых вирусов для так называемой выработки иммунитета а далее детям в школах прошивают ложные постулаты мироустройства которые когда-то были навязаны темными учителями для увода в сторону от истинного положения вещей в процессе школьного образования из детей идет постоянная откачка потенциала творца и загрузка ненужного в жизни хлама лишь бы не занимались творчеством и юные дарования слепо следует за пастырями которым поверили не понимая что их ведут на корм ментальным паразитом нашей игры после школы система говорит тебе пора служить отечеству а потом учит тебе тому как правильно надо убивать себе подобных а далее это плавно переходит от теории к практике и брат идет на брата с автоматом а к матерям приезжают цинковые гробы но обе воюющие стороны спонсируются одними теми же персонажами их руки по локоть в крови но при этом они занимаются благотворительностью и они просто ангелочки с крылышками об этом нам вещают говорящие головы со всех экранов а в уши им дуют программисты твоей реальности находящиеся в тени с экранов тебе показывают разрадное поведение звезд шоу-бизнеса как норму но все эти персонажи манипулируемые из тени и на глазах их слезы а люди поклоняются им как идолам находящимся на коротком поводке у теневых кукловодов игры все сценарии фильмов также продиктованы дирижерами стоящими в тени а если ты не такой как все то тебя будут высмеивать ведь тебя не интересует регалии системы и навязанные ею же ценности ты уже давно живешь в виртуальной реальности собственных гаджетов под маской своего ника присвоение тебе системой цифрового кода уже давным давно выполнено и ни из каких кэшей его не удалить и ты уже и есть винтик системы не способны различать грань между реальностью и вымыслом то время как папа с мамой играют в бродилки и стрелялки сидя на диване их детки с пустыми глазами ломают соседским конечности и откусывают уши как можно чаще выкладывай фоточки себя любимой и лайкой и клика без остановки не думая о воспитании своих отпрысков и губки делай бантиком вот так бантиком покупай новые шмотки как хочет система будь мясом будь как все будь потребителем излучая низкочастотную энергию посмотри какой ты должна стать когда вырастешь чтобы у самцов от твоего вида текли слюни а в голове была лишь похоть но при этом у тебя не будет сердца а ты парень непременно должен стать накачанным как эти атлеты и при этом обязательно принимай стероиды и белки для набора мышечной массы каждый персонаж игры всячески старается обратить на себя любимого внимания окружающих и сам того не замечая уже давно освенел потребляя в пищу трупы животных и деградирует до уровня животного инстинкта у системы есть для тебя генномодифицированные продукты именно только такие продукты просто обязан потреблять послушный раб чтобы быть всегда вполне нездоровым а у системы всегда найдутся для тебя больничные койки и вкусные лекарства созданные в тайном договоре между хозяевами денег и фармацептическими компаниями ты главное кушай побольше вкусных таблеток и обязательно с детства корми ими своих детей молодая мама и все непременно слушай специалистов с регалиями и градусами посвящений которые поменяли на золото и нобелевскую премию собственную душу переступив через жизни людей и позабыв проклятву гиппократа высших эшелонах власти нет совести там одной рукой подписывают договор а другой тут же вытаскивает из кармана партнера его имущество начальник пожирает своих подчиненных деньги из пенсионных фондов уходят на финансирование войн а прибыль от наркотрафика уходит все в те же руки на этом отмываются колоссальные суммы у них столько денег что тебе и не снилось но они все равно выгребают последние гроши в виде налогов и штрафов из карманов спящего населения игры а сами потом ржут над тобой как ты повелся на их хитроумные многоходовки они показывают тебе ложную цель и ты слепо ползешь на коленях за зелеными фантиками как тот ослик за сладкой морковкой ради прибыли уничтожаются природные ресурсы и они здесь конечно же ни при чем ради нефти уничтожаются целые народы но об этом тишина и тех кто раскрывает рот система упекает в клетку за все давно заплачено из сундуков золотом человек в этой игре с детства раб в ошейнике раб лампы под названием социум а тем временем система продолжает тебе транслировать со всех экранов расфуфыренных знаменитостей обвешанных блестящими цацками как эталон поведения или скандалы и грязное белье тех же самых знаменитостей в эфире всегда негативные сценарии люди закрывают друг другу рты не давая высказаться а на ток-шоу говорят лишь те кому позволено говорить в эфире и лишь то что запланировано заранее человек превращается в биоробота управляемого теми кто остается в тени а а говорящий головы сидя на черепах продолжают вливать в уши слепому стаду сладкую чушь меняются правители но не меняется система различные адепты спорят с пеной у рта друг с другом доказывая чья ловушка загадочный остравливают их все те же серые кукловоды игры которые остаются в тени система подкинет слепым родителям наркотики чтобы потом на законных основаниях лишить тебя родительских прав и забрать себе твоих детей тебя все время будут пугать терроризмом и пандемиями чтобы соединить тебе в одно целое с твоим гаджетом и ты уже не сможешь без него жить но только тихо никому не рассказывая о том что узнал сегодня из этой сказки на ночь продолжай быть винтиком системы и питай своей энергией верхушку той паразитической пирамиды на которой присосались несколько темных сущностей кощеев пекельных миров на которых и работает вся оккупационно-колониальная система нашей игры и ты тоже являешься частью этой системы даже если у тебя есть семья и ложные ценности которые развалятся как карточный домик после того как ты проснешься и поймешь как оно все устроено на самом деле и вспомнишь откуда ты пришел когда в сердцах начнут расцветать цветы и король окажется голый и слетят все маски с лиц а деньги потеряют всяческую ценность и наконец-то человек станет самим собой и поймет где выход из этой игры из этого колеса сансары а выход у нас один вверх по тонкому канату по золотому пути духовного просветления тебе лишь нужно очистить свое человеческое сознание от подселенных чужеродных сознаний убить в себе дракона распознать свой рептильный мозг и тогда ты поймешь кто ты есть на самом деле ведь ты бесконечное вечное сознание испытывающие очередное приключение в этом воплощении в этой игре для того чтобы получить незабываемый опыт и принести его обратно туда откуда ты пришел в центр где рождаются живат мы и только лишь вместе мужчина и женщина являются цельным монолитом энергии созидания и творения а по отдельности это всего лишь две половинки оберегайте свои родовые корни и ветви взращивайте свои родовые древа передавайте накопленный опыт потомкам рода да будет так да так и есть аз есть а ну Субтитры сделал DimaTorzok